Говард Филлипс Лавкрафт. Улица. Наших братьев по крови, славных героев, пустившихся в плавание, оставив за спиной блаженные острова. Сначала улица была всего лишь тропинкой, проложенной водоносами, которые сновали между родником, пробившимся в глубине леса, и домами, фоздью легшими неподалеку от берега моря. Поселок разрастался. Новые поселенцы осваивали северную сторону улицы. Их дома, выложенные из крепких дубовых бревен, смотрели на лес каменной кладкой, поскольку где-то в чаще прятались индейцы, выжидая удобный момент, чтобы выпустить горящую стрелу. Время шло, и дом за домом стала отстраиваться южная сторона улицы. По улице прогуливались суровые мужи в шляпах-конусах, вооруженные мушкетами и охотничьими ружьями. Их сопровождали жены в чипцах и послушные дети. Вечера мужчины проводили у семейных очагов, за чтением и беседами с домочадцами. Их речи и книги были бесхитростными, однако они были мужественны и великодушны, и помогали изо дня в день покорять лес и возделывать поля. Прислушиваясь к старшим, дети постигали законы и обычаи предков. Дорогой доброй Англии, если и брежевшей в памяти некоторых из них, то весьма смутно. После окончания войны индейцы больше не нарушали покой улицы. Хозяйства процветали, мужчины трудились не покладая рук и были счастливы настолько, насколько могли быть счастливы. Дети росли в полном благополучии, и все новые и новые семьи прибывали с родины и застраивали улицу. Выросли дети детей первых колонистов, подрастали дети детей недавних переселенцев. Поселок превратился в настоящий город, и мало-помалу скромные жилища уступили место простым, но красивым домам из кирпича и дерева. С каменными лестницами, снабженными железными перилами, с окошками-веерами над дверями. Ничто в этих домах не было сделано на скорую руку, ведь они должны были служить многим поколениям. Внутреннее убранство подбиралось со вкусом. Разные камины, ажурные лестницы, изящняя мебель, фарфор и серебро – все напоминало о родине, откуда была привезена многое утварь. Улица жадно впитывала мечты молодого поколения и радовалась тому, что ее обитатели приветливы и веселы. Там, где однажды обосновались честь и сила, теперь делали первые шаги полнокровная жизнь. Книги, живопись и музыка вошли в дома, а юноши подянулись в университет, выросши над Северной долиной. Вышли в прошлые шляпы конусы, мушкеты, кружева и белоснежные завитые парики. По булыжникам цокали копыта, чистокровных коней и громыхали позолоченные экипажи. Над тротуарами, выложенными кирпичом, выселись коновязи. Вдоль улицы росли деревья, величественные вязы, дубы и клены. Так что летом вся она бывала залита нежной зеленью и щебетом птиц. За домами прятались кусты роз, живая изгородь обнимала сады с проложенными тропинками и солнечными часами. По ночам луна и звезды зачарованно смотрели на душистые и искривившиеся росой цветы. После всех войн, бедствий и катаклизмов улица погрузилась в прекрасный сон. Многие юнцы покидали ее, и немногие возвращались. На месте старых флагов реяли новые стяги в полоску и со звездами. Хотя люди и толковали о переменах, улица не чувствовала их, потому что ее обитатели были верны себе. И здесь звучали прежние речи. Щебечущие птицы, как и раньше, находили приют в кронах деревьев. И по ночам луна и звезды смотрели на сады в окаймлении живых изгородей, где цветы одевались капельками росы. Шло время, и на улице уже нельзя было увидеть ни оружие, ни треуголок, ни завитых париков. Как странно смотрелись трости, высокие шляпы и стрижки. Покой улицы все чаще нарушали непривычные звуки. Сначала с реки, находившейся в миле от нее, клубы дыма принесли скрежет, а потом лязг, грохот и гарь повалили отовсюду. Но гений улицы, несмотря на смущенный воздух, оставался прежним. Ведь улица была прокалена кровью и мужеством первопоселенцев. Что с того, что люди разверзают землю, чтобы погрузить в нее невиданные трубы? Или воздвигают столбы, опутывая пространство диковинной проволокой? Улица дышала стариной и не собиралась так легко отказаться от прошлого. Но настал черный день, когда тем, кто знал старую улицу, она стала казаться чужой. А те, кто привыкли к ее новому облику, не представляли себе ее прошлого. Они приходили и уходили, их голоса звучали резко и грубо, а лица и одежда неприятно царапали глаз. То, что занимало их, оторгалось умным и справедливым гением улицы. И она молча чахла. Дома ее приходили в упадок, и деревья умирали одно за другим. А розовые кусты вникли под натиском сорняков и мусора. Впрочем, однажды она испытала смутное чувство гордости. Юноши, одетые в синюю форму, промаршировали по ней, отправляясь туда, откуда не всем суждено было вернуться. Прошли годы, и еще более тяжелая участь постекла улицу. Все деревья были вырублены, а сады потеснены дешевыми уродливыми домами-новостройками, выросшими на параллельных улицах. Однако старые дома еще помнили, вопреки всем штормам, катаклизмам и разрушениям, которые множились от года к году, что их возводили с любовью для многих поколений. Новые лица мелькали на улице. Злобные, жутковатые лица и люди с бегающими глазами произносили непонятные слова и прилаживали к фасадам отдающих плесенью домов вывески, покрытые знакомыми и незнакомыми буквами. Тележки взрезали землю. Тошнотворное, трудноопределимое зловоние повисло над улицей, и ее гений погрузился в сон. Но случилось так, что улицу охватило волнение. Эпидемия войны и революции разбушевались, бороздила моря. Династии рушились. Их последние представители, отмеченные печатью вырождения, вынашивали сомнительные планы и жались друг к другу, уезжая на запад. Многие из них нашли пристанище в обшарпанных домах, смутно помнивших пение птиц и аромат роз. Но пробудившись от спячки, запад вступил в титаническую схватку, начатую на родине ради будущей цивилизации. И снова над городами взметнулись старые стяги, а рядом с ними замелькали и новые, среди которых победно рел и трехцветный флаг. Однако над улицей не парило множество флагов. Здесь вились лишь страх, ненависть и невежество. Снова по улице чеканили шаг юноши, хотя они не походили на тех прежних. Что-то сдвинулось. Юноши тех далеких лет, одетых в хаки, унесли в душах правду своих предков, а их сыновья, прибывшие издалека, ничего не знали об улице и ее древнем гении. Великая победа летала через моря, и юноши возвращались в ореле триумфа. То, что казалось ушло в прошлое, вернулось. И опять страх, ненависть и невежество клубились над улицей. Ведь многие чужаки не покидали ее пределов, а другие все пребывали, обживая старые дома. Вернувшиеся домой юноши не задерживались здесь надолго. Новоселы были злобными и мрачными, и среди мелькавших лиц мало было таких, которые напоминали бы о тех людях, под чьими шагами рождалась улица, и кто творил ее гений. Все та же она стала другой, поскольку в глазах людей отражались блики неправедного жара, странные и болезненные отблески жадности, амбициозности и мстительности. Тревога и измена поселились в Европе в сердцах озлобленной горстки людей, замышлявшей нанести смертельный удар по западу, чтобы затем ползти к власти по руинам, и фанатики стекались в ту несчастную холодную страну, откуда многие из них были родом. Улица стала сердцем заговора, и в обшарпанных домах кишели занесенные извне вирусы между усобицы, а в их стенах звучали речи тех, кто вынашил страшные планы и жаждал наступления назначенного часа дня крови, огня и смерти. Закону было что сказать по поводу многочисленных сборищ на улице, однако доказательства не шли ему в руки. С превеликим усердием, уже облеченные властью, спрятав поглубже полицейские жетоны и напрягая слух, проводили часы в таких тошнотворных местах, как Петрович Бейкери, Ривкин Скул оф Модерн Экономик, Церкл Сассайл Клаб и Кафе Либерти. Там сходились злобные люди и с опаской обменивались отрывочными репликами, часто прибегая к своему родному языку. А старые дома хранили память об усопшем веке, о запытой мудрости благородных душ, о первых колонистах, о розах, искрящихся каплями росы в лунном свете. Бывало, что поэт, одинокая душа или случайный путешественник, любовались домами и пытались воспеть их ушедшую славу. Только редки были такие поэты и путешественники. Все дальше и дальше распространялись слухи, что в старых домах засели лидера террористов, готовые в назначенный час начать вахханалью, грозящую смертью Америки и тем прекрасным традициям, которые так полюбились улицы. Листовки и прокламации, подрагивая крыльями, обсели грязные трущобы. Листовки и прокламации, пестревшие буквами разных начертаний и на многих языках взывавшие крови и бунту, эти письмена подстрекали народ свергнуть законы и добродетели, которым поклонялись отцы, растоптать душу Старой Америки, душу англосаксов, на протяжении полутораста лет хранившую свободу, справедливость и терпимость. Говорили еще, что злобные люди, которые поселились на улице и собирались в отвратительных заведениях, были мозговым центром ужасного мятежа, что у них в подчинении находились миллионы нерассуждающих одурманенных существ, разбросанных по городам, где из каждой трущобы тянулись вонючие лапы тех, кто сгорал от желания жечь, убивать и крушить до тех пор, пока страна предков не превратится в пепелище. Слухи становились все назойливее, и многие с ужасом ждали 4 июля, даты, означенные во многих листовках, но по-прежнему ничего не указывало на место, которое можно было бы считать колыбелью преступления. Никто не мог с точностью вычислить людей, средством которых заговор утратил бы свою жизнеспособность. Ни раз и ни два полицейские налетали с обыском на обветшалые дома, но однажды они ушли, чтобы не возвращаться. Отвыкнув, как и другие, от закона и порядка, они оставили город на произвол судьбы. Их сменили мужчины в форме цвета хаки, и стало казаться, что погрузившийся в грустное оцепенение, улице привиделся сон, навеянный прошлым, когда мужчины с мушкетами и в шляпах-конусах возвращались с родника в лесу горстки выросших на берегу домиков. Катастрофа надвигалась, и некому было стать на пути корифеев зла и коварства. Улице было трудно сбросить оцепенение, но однажды ночью она прозрела, заметив повсюду в Петрович Бейкере, в Ривкин Скул оф Моден Экономик, в Серкл Сосайл Клаб и Кафе Либерти, да и не только там, орды мужчин, в чьих расширенных зрачках горело ожидание разрушительного триумфа. Тайный телеграф передавал странные сообщения, многие из которых стали известны лишь позднее, когда Запад был уже в безопасности. Люди в форме цвета хаки не могли объяснить, что происходит, и не понимали, в чем состоит их долг, ведь заговорщикам не было равных по хитрости и скрытности. Вряд ли мужчины в форме цвета хаки забудут эту ночь, и уж наверняка поделятся воспоминаниями о ней со своими внуками. Многие оказались здесь на рассвете, но вовсе не с той миссией, которая была им предназначена. Было известно, что анархисты извели гнездо в старых стенах, изъеденных червями, пошатнувшихся под натиском времени и штормов. И то, что случилось летней ночью, поразило всех своей неотвратимостью. Действительно, произошло нечто, хотя и невероятное, но вполне естественное. В ранний предрассветный час ни с того ни с сего стены, изъеденные червями, осевшие под натиском времени и штормов, содрогнулись в гигантской конвульсии и рухнули так, что на улице остались стоять лишь два старинных камина да часть крепкой кирпичной кладки. Все погребли под собой руины. Один поэт и некий путешественник, оказавшийся в толпе, привлеченной невиданным зрелищем, рассказывали странные вещи. Поэт говорил, что незадолго до обвала ему привиделись в луче света неясные очертания отвратительных развалин, словно повисших на другим смутно прорисовывавшимся пейзажем. Поэт помнил лишь, что разглядел лонную дорожку, красивые дома, величественные вязы, дубы и клёны. А путешественник заявил, что вместо привычного зловония на него пахнуло нежным ароматом, как если бы вдруг зацвели кусты роз? Разве всегда лгут мечты поэта? И разве нельзя верить рассказам странника? Одни полагают, что предметы, среди которых мы живём, и те места, где мы бываем, наделены душой. Другие не разделяют этого мнения, считая его пустым домыслом. Я не берусь быть судьёй в этом споре. Я просто рассказал об одной улице. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok